Друзья, всем здрасте! Имеется вот такой набор. Набор времен, когда мужики одевались как мужики. Когда выйти на улицу небритым было стыдно. Когда дети, вместо того, чтобы играть в дурацкие пиксельные игрушки, читали книги. В общем, когда было все хорошо. Набор очень даже неплохой. Метчики, правда, не все, но ничего. Главный недостаток. Это плашка-держатель. Гамнище лютое. Но в советское время, к сожалению, могли сделать все хорошо. Но где-нибудь, ну, вот как-то, а, и накосячить. В общем, силумин и один винтик. Здесь была резьба М3. Она очень быстро пришла в негодность, но неудивительно. Тела очень мало. Два ветка резьбы. О каком нормальном крепеже может быть речь, правильно? В общем, сейчас мы эту фигню переделаем. Это уже я, кстати, М4 сделал. Ну, хотя бы временно, дабы пользоваться можно было. Сейчас все исправим. Так, назад все. Сюда. В сторону. Имеется вот такой латунный блинчик. Именно из него мы сейчас попытаемся сделать то, что нам необходимо. Погнали. Обработаем торец или торец. Не знаю, как правильно. Напишите. Мне кажется, все-таки торец. Дать в торец. В общем, точим. Сверлю отверстие насквозь диаметром 6 мм. Обязательно отцентровкать, дабы дать правильное направление сверлу. Такс. Сверлю отверстие насквозь диаметром 6 мм. Теперь предстоит самое сложное. Расточить до диаметра 16 мм. Сделать здесь отверстие. Есть в наличии вот такой резец. Сейчас им и попробуем. Это то, что шло в комплекте. Предыдущий хозяин не поскупился. Своих резцов у меня пока что один. Но тот, что я купил. Пока что полет нормальный. Большую подачу не делаю, ибо стрёмно сломать резец. Готово. Давайте проверим. Такс. Хоп. Превосходно. Просто превосходно. Можно было бы, конечно, всё же сделать немного в натяг. Но ничего, так удобнее будет извлекать плашку. Тем более, что она ещё винтами прижмётся. Нормально. Обезжириваем обратную сторону. В качестве обезжиривателя обыкновенный растворитель. Можно спирт. Неважно. Текс. Ждём, когда испарится. Воспользовавшись лазерно-утюжной технологией, переношу некий рисунок. То, что не должно травиться, оклеено скотчем, защищено, и маркером соответственно. Опа. Травим. Ну, раствор классический. Перекись водорода. С лимонной кислотой. Ну, и, естественно, туда-сюда ёмкость колбасим. Вот так вот. Вообще, это можно не делать. Но мне необходимо провести эксперимент. Насколько хорошо травится латунь. Вообще, получится у меня то, что я задумал или нет? Почему, я вас спрашиваю, не совместить полезное с полезным? Так, ожидаем. Что могу сказать, ребята? Не впечатлён. Травится уже 6 часов. Крайне медленно. Но я готов поспорить, что всё зависит от марки латуни. Есть такая латунь, которая содержит в себе процентов 80-90 меди. Соответственно, такая латунь и травиться будет быстрее. Так, всё вот это гадость убираем. Растворителем смываем тонер и продолжаем. Вы знаете, рано я отпечалился результатом. Очень даже неплохо получилось. Довольно-таки чётко. Ну, недостаток, опять же, я же говорю, длительное время травления. Просверлю два отверстия. Здесь будут ручки. Ну, а теперь необходимо просверлить ещё два отверстия для винтов для фиксации самой лерки. Нарезаю резьбу М3. Раз, два, три. Болт, оп. Колючую шайбу, оп. Гайку, опача. Гыч. Зажал всё это дело в патроне токарного станка и проточу. Вытачиваю ручки для нашего леркодержателя. Вот такие детали имеются. были выточены. Точнее. Опа. И это сюда. Ич. Залуживаем все свежевыточенные детали. Я использую флюс F38N. Офигенный. А можно использовать и ортофосфорную кислоту. Но мне она почему-то не очень нравится. Но в запасе есть. Кстати, наконец-то сделали для этого флюса нормальный фунфурик. Раньше был стандартный вот такой. И почему-то вырывало постоянно нос вот этот. Это уже от другого. От другой ёмкости. От другого флюса. И постоянно вырывало вот здесь. То ли порыв флюса, в общем, непонятно. лютой горелкой прогреваю. Ёлки, я переживаю, чтобы пожар не устроить. Но то будет, да. не должно. Главное, аккуратненько. Достаточно. Нормально. Следующая задача заключается в залуживании надписей. То есть, наша задача заключается в том, чтобы припой попал в вытравленные надписи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаю ручки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой чудо-инструмент получился. Я думаю, с этим несравнимо. Покрасить и выбросить. Плашечка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И затягиваем винтиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Устройство в боевом состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, тестировать не имеет смысла. В следующих видео обязательно вы увидите это устройство. Недостатки. Недостаток, по сути, один. В коробочку советскую сей плашкодержатель не влазит. Ну, и ты с ним, собственно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если понравилось видео, ставьте лайки, поддержите грозным комментарием. Ну, а я прощаюсь. До новых встреч. На пасран. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok